В 1954 году Шепли и Шубик впервые предложили использовать вектор Шепли для анализа голосований. Теперь вектор Шепли, использующийся применительно к простым играм, обычно называют индексом влияния Шепли-Шубика. Соответствующая компонента вектора Шепли — индексом влияния того или иного игрока. Можно предложить другую интерпретацию для индекса Шепли-Шубика. Соответствующая компонента этого вектора соответствует доле последовательностей, в которых игрок И оказывается ключевым при принятии решения голосованием большинством. Определение. Игрок называется ключевым, если после его присоединения к коалиции коалиция из проигрывающей становится выигрывающей. То есть без этого игрока платеж коалиции был равен нулю, а сытым игроком платеж коалиции стал равным единице. Вот если это так, то игрок называется ключевым. Тогда в случае простых игр формулу для вектора Шепли можно переписать в более простом виде. Давайте заметим, что разность, характеризующая платеж, который приносит ито игрок в коалицию k без ито игрока, то есть разность v от k минус v от k без i, всегда равен либо нулю, либо единице. Он равен единице только в тех случаях, когда игрок и оказывается ключевым. То есть без него коалиция была проигрывающей, а с ним коалиции являются выигрывающей. Во всех остальных случаях эта разность равна нулю. Поэтому все нулевые слагаемые в векторе Шепли можно отбросить, и тогда формулу для вектора Шепли можно переписать так. Ито компонента вектора Шепли равна сумме по всем коалициям k, в которые входит ито игрок, причем коалиция k является выигрывающей, а ито игрок ключевым. И вот в эту сумму входят слагаемые, которые равны k минус 1 факториал умножить на n минус k факториал, поделить на n факториал, где k это размер коалиции k, а n — общее количество игроков. Еще один пример игр с голосованиями — это голосование с квотой. Давайте представим, что у нас есть несколько игроков, и у каждого из игроков есть определенное количество голосов, которые можно отдать в пользу, которыми можно высказаться за или против. Тогда выигрыш коалиции k равен единице, если сумма голосов игроков, входящих в эту коалицию, позволяет преодолеть квоту q, то есть преодолеть тот барьер, начиная с которого решение считается принятым. Во всех остальных случаях выигрыш коалиции равен нулю. Давайте рассмотрим такой пример. Пусть у нас есть 4 игрока, у первого игрока 4 голоса, у второго игрока 2 голоса, у третьего игрока 1 голос, и у четвертого игрока 1 голос. Квота равна 5, то есть это означает, что для принятия решения нам нужно набрать по крайней мере 5 голосов. То есть выигрыш коалиции равен единице, если сумма набранных голосов хотя бы 5, и 0 во всех остальных случаях. Рассматриваем выигрывающие коалиции, выпишем их, их оказывается 7 штук, они представлены на ваших экранах. И теперь найдем, какие игроки в каждой из этих коалиций являются ключевыми. Давайте по горизонтали выпишем все выигрывающие коалиции, по вертикали выпишем имена игроков, и на пересечении строчки и столбца будем ставить единичку в том случае, если игрок, который указан по вертикали, является ключевым для коалиции, которая указана по горизонтали. То есть если без этого игрока коалиция, указанная по горизонтали, будет получать 0, а с ним 1. Теперь мы можем легко посчитать соответствующие компоненты индекса Шепли-Шубика. Первый игрок является ключевым для трех коалиций размера 2, для трех коалиций размера 3 и для одной коалиции размера 4. Поэтому соответствующая компонента индекса Шепли-Шубика равна 3 четвертям. Расчет приведен на экранах. Для второго игрока индекс Шепли-Шубика равен 1,12. Для второго, третьего и четвертого игроков индекс Шепли-Шубика равен 1,12. Таким образом, индекс Шепли-Шубика равен 3 четвертям для первого игрока и 1,12 для всех остальных игроков. Первый игрок, у которого 4 голоса, оказывает существенно большее влияние на исход голосования, чем все остальные игроки. Кроме того, первый игрок является вето-игроком. То есть, если бы мы искали ядро, то этот игрок получил бы единицу, а все остальные игроки получили бы 0. Наконец, заметим, что компоненты для индекса Шепли-Шубика второго, третьего и четвертого игрока равны. Хотя веса, которые есть у второго, третьего и четвертого игроков, различаются. У второго игрока есть два голоса, у третьего и четвертого игроков всего по одному голосу. Тем не менее, оказывается, что, несмотря на это, переговорная сила второго, третьего и четвертого игроков абсолютно одинакова. И, наконец, рассмотрим реальный пример. Давайте оценим влияние различных партий, представленных в парламенте Исландии. Выборы состоялись в 2013 году. Всего в Альтинге, так называется парламент Исландии, 63 места. Простое большинство составляет 32 голоса. Всего в парламент входит 6 партий. Их веса представлены на экранах. Формально опишем эту игру. Есть 6 игроков. Выигрыш коалиции равен 1, если этой коалиции удается преодолеть квоту, которая в этой игре равна 32. В противном случае коалиция получает платеж, равный 0. Найдем индекс Шепли-Шубика для каждой партии. Сначала проанализируем партию независимости. Выпишем все выигрывающие коалиции, в которых партия независимости является ключевой. Все эти выигрывающие коалиции представлены на ваших экранах, их 16. Соответственно, компонента индекса Шепли-Шубика для партии независимости будет равна 3 десятым. Расчеты представлены на ваших экранах. Теперь проанализируем прогрессивную партию. У прогрессивной партии те же самые 19 мест в парламенте, что и у партии независимости. Поэтому компонента индекса Шепли-Шубика для прогрессивной партии тоже равна 3 десятым. У социал-демократического альянса компонента индекса Шепли-Шубика равна 2 пятнадцатым, то есть примерно 13 сотым. Точно так же компонента индекса Шепли-Шубика равна 13 сотым и для лево-зеленого движения. Наконец, у светлого будущего компонента индекса Шепли-Шубика также равна 13 сотым. А у пиратской партии она равна нулю, потому что она не является ключевой ни в одной из выигрывающих коалиций. Распределение влияния партии в парламенте может быть представлено в следующем виде. У партии независимости и прогрессивной партии этот индекс влияния равен 3 десятым. У социал-демократического альянса лево-зеленого движения и светлого будущего 13 сотым. А у пиратской партии он равен нулю. Индекс влияния характеризует переговорную силу каждой из этих партий.